Тема лекции – промышленная технология производства мягких лекарственных средств. План лекции – характеристика мягких лекарственных средств, классификация мягких лекарственных средств, основы для мягких лекарственных средств, требования предъявляемые к мазевым основам, технология мази, оборудование для получения мази, стандартизация мягких лекарственных средств, упаковка, маркировка, хранение. Характеристика мягких лекарственных средств Мягкие лекарственные средства для местного применения предназначены для нанесения на кожу раны и определенные слизистые оболочки для местного терапевтического смягчающего или защитного действия или для проникновения лекарственных веществ через кожу или слизистые оболочки. Они характеризуются специфическими геологическими свойствами при определенной температуре хранения, не ньютоновским типом течения, определенной структурой вязкостью, псевдопластическими или пластическими и тиксотропными свойствами. По внешнему виду они должны быть однородными, кроме тех случаев, когда неоднородность является характерной особенностью препарата. Преимущества мягких лекарственных средств. Возможность назначения мази целью местного или резорктивного действия и обеспечения ими высокой концентрации лекарственных субстанций в коже, тканях, а также биологических жидкостях и органах организма. В их состав можно вводить самые различные лекарственные субстанции, как по консистенции, то есть жидкости, мягкие, твердые, по фильности, гидрофильные, гидрофобные, так и относящиеся к различным фармакотерапевтическим группам, антимикотические, антимикробные, анестезирующие, противовоспалительные гормоны, витамины, энзимы и другие. То есть мази могут содержать вещества различные по механизму и направленности лечебного действия. Еще сохранив за собой несомненное праведство при местном лечении различных заболеваний, мази чаще всего вступают в роли лекарственных препаратов, которые проявляют общее действие на организм или избирательные на отдельные органы или системы организма, например, мазь нейтронок, которая применяется для профилактики приступов стенокардии. Возможность достижения высокого терапевтического действия мази не только за счет концентрации лекарственных субстанций, но и за счет оптимального подвора и сочетания лекарственных и вспомогательных веществ на основе биофармацевтического скрининга. Относительная простота и безопасность применения мази по сравнению с другими лекарственными формами, например, инъекционными или пероральными. Экономичность и технологичность мази. Их производство можно рассматривать как безвредные, а технологические процессы относительно чистыми в экологическом отношении. Недостатки мягких лекарственных средств. Ряд мазей имеют ограниченную лечебную эффективность в виде присущего им однонаправленного действия на симптомы заболевания, например, только противовоспалительного или только противозудного или только противомикробного и так далее, что не соответствует основным медико-биологическим требованиям, предъявляемым современной медициной к лекарствам. Некоторые мази в своем составе содержат нестабильные, трудно стандартизируемые или малоэффективные вещества. Многие из этих веществ, развитых стран, исключены из номенклатуры, потеряли свои значения или не используются в медицинской практике. Например, ксероформ, скипидар, синтомицин, стрептоцит, навокаин и так далее. Отдельные составы мази, производимые на гидрофобной основе, обусловливают выраженный парниковый эффект, что ограничивает их применение в медицинской практике. Это этония на гидрофобной основе, слабо высвобождают действующую субстанцию. Некоторые мази, например, мазь стрептоцидовая или линемент стрептоцида 10% имеют узкий спектр антимикробного действия, не обладают астматической активностью. Мазь, приготовленная с использованием вазелина, слабо высвобождает действующее вещество. То есть ряд таких есть недостатков. Классификация мягких лекарственных средств. По составу к воде. На гидрофильные и гидрофобные. То есть гидрофобные это липофильные. По способности адсорбировать воду и механизму адсорбции. По типу дисперсных систем. Однофазовые, то есть растворы-сплавы. Или двухфазные эмульсии типа масла в воде или вода в масле. Суспензии, коллоидные дисперсии, высших жирных спиртов или кислот. Стабилизированные гидрофильными ПАВ. И многофазовые системы, это комбинированные системы. По реологическим свойствам. При установленной температуре хранения и условиях применения. И по концентрации и дисперсному состоянию вспомогательных или лекарственных веществ. По совокупности этих признаков, мягкие лекарственные средства для местного применения могут быть классифицированы по консистенции мази, кремы, гели, пасты и линементы. Мази, это мягкие лекарственные средства для местного применения. Дисперсионная среда, которых при установленной температуре хранения, имеет ньютонский тип течения и высокое значение реологических параметров. Кремы, это мягкие лекарственные средства для местного применения, представляющие собой двух- или многофазовые дисперсионные системы, дисперсионная среда, которых при установленной температуре хранения, как правило, имеет ньютоновский тип. Кремы, это мягкие лекарственные средства для местного применения, представляющие собой двух- или многофазовые дисперсионные системы, дисперсионная среда, которых при установленной температуре хранения, как правило, имеет ньютонский тип течения и низкие значения реологических параметров. Гелия, это мягкие лекарственные средства для местного применения, представляющие собой одно-, двух- или многофазовые дисперсионные системы с жидкой дисперсной средой, геологические свойства которых обусловлены присутствием гелеобразователей в сравнительно небольших концентрациях. В этой лекарственной форме гелеобразователи дополнительно могут выполнять роль стабилизаторов дисперсных систем. Суспензии или эмульсии, такие гели могут называться соответственно с суспензионными гелями или эмульсионными. Пасты, это мягкие лекарственные средства для местного применения, которые представляют собой суспензии, содержащие значительное количество, обычно более 20% массы, твердые дисперсные фазы, равномерно распределенные в основе. В качестве основы для паст могут быть использованы основы для мази, кремов или гелей. Ленементы, это мягкие лекарственные средства для местного применения, плавящиеся при температуре тела. К ленементам могут быть отнесены к мази, кремы, гели, пасты, характеризующиеся этим признаком. Основы для мягких лекарственных средств. Мягкие лекарственные средства обычно содержат лекарственные и вспомогательные вещества, которые должны быть равномерно распределены в лекарственной форме. Вспомогательное вещество образует простую или сложную основу, которую могут производить отдельно или получать в процессе изготовления мягкой лекарственных средств. Основа зависимости от ее состава может оказывать влияние на высвобождение, биодоступность и терапевтическое действие лекарственных вещества. Мягкие лекарственные средства и основы для них могут представлять собой одно, двух или многофазовые системы. Они могут состоять из природных или синтетических веществ. По функциональному назначению вспомогательные вещества, входящие в состав мягких лекарственных средств, можно разделить на мягкие основы носителей. Это вазелин, ланолин. Вещества, повышающие температуру плавления и вязкость основ. Парофин, спермацвет, гидрогенизированные растительные масла, воски и т.д. Гидрофобные растворители – это минеральные и растительные масла, изопропил, пальмитат, бензил, бензоат и другие. Вода и гидрофильные растворители – спирты этиловые и изопропиловые и т.д. Полиэтиленгликолид тоже относится к этой группе. Эмульгаторы типа масла в воде или эмульгаторы типа вода в масле. Гелеобразователи – это карбомеры, альгиновая кислота и ее соли, производные целлюлезы, полиэтилен и другие. Антимикробные консерванты – бензилалкония хлорид, мирамистин и другие. Хлоргексидин, бензоинные сорбиновые кислоты и их соли, парабены, спирт, бензиловый, кризол и другие. Антиоксиданты – это альфа-токоферол, аскорбиновая кислота и ее производные и другие. Солюбилизаторы – бета-циклодекстрин, гидрофильные поверхностные активные вещества и другие. Отдушки и дезодорирующие вещества, то есть ментол, различные эфирные масла и другие. И регуляторы PH – это лимонная кислота, фосфорно-кислые соли, натрий. Требования, предъявляемые к мазевым основам. Мазевые основы должны быть какими? Обладать мажущей способностью, то есть иметь необходимые структурно-механические свойства. Хорошо воспринимать лекарственные вещества, то есть обладать адсорбирующей способностью. Не изменяться под действием условий внешней среды и не реагировать с вводимыми в нее лекарственными веществами, то есть обладать химической стойкостью. Быть индифферентной в фармакологическом отношении. Не должна оказывать раздражающего и сенсибилизирующего действия. Способствовать сохранению первоначального значения PH кожи или слизистой оболочки. Не подвергаться микробной контаминации, обсеменению микроорганизмами. Свойства основы должны соответствовать цели назначения мази. Технология мази, то есть блок схемы, на ваше внимание представлены блок схемы технологического процесса производства эмульсионной мази. Так, оборудование для получения мази. Паровая игла. Реактор для получения мази. СМЕСИТЕЛЬ РОТУРНО-ПУЛЬСАЦИОННЫЙ АППАРАТ Теперь следующий раздел лекции – это стандартизация мягких лекарственных средств. Мази стандартизирует по качественному и количественному содержанию лекарственных веществ, то есть определению подлинности. Это определение проводится визуально по внешнему виду и органолептическим признакам, а также проведением качественных реакций на лекарственные вещества, входящие в ее состав. Для качественной идентификации и определения количества лекарственных веществ, содержащихся в готовой мази, используют методики, приведенные в существующих статьях ГФ, АНД и другие. Отклонения в массе расфасованных баночки или тубы проверяют путем взвешивания 10 доз. Для суспензионных мазей определяется дисперсность частиц с помощью окулярного микромера, микроскопа по методике ГФ. Нормы степени дисперсности твердых частиц являются индивидуальными для каждой мази и должны быть указаны в частных статьях или другой АНД. Степень дисперсности в эмульсионных мазях также может быть установлена с помощью электронного микроскопа с окулярным микрометром при условии окраски дисперсной фазы. Согласно АНД, иногда в мазях требуется определить ПАЖ. Для этих целей на веску мази заливают 50 мл очищенной воды и встряхивают на вибраторе в течение 30 минут. Полученную вытяжку отфильтровывают и потенциметрически определяют ПАЖ. Фармакопия требует испытания мази на микробиологическую чистоту. В мазях иногда необходимо производить определение их структурно-механических свойств, степени высвобождения лекарственных веществ из мази и стабильности их при различных условиях хранения. Обычно это определение осуществлять при разработке новых или усовершенствовании существующих мазей. Упаковка, маркировка, хранение. Какие используются оборудования для упаковки, маркировки мази. Шнековая машина. Тубонаполнительная машина. Технологическая линия для наполнения и упаковки туб. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok